Производственные трудовые коллективы соревнуются в разных видах деятельности уже на протяжении последних пяти лет. Начинали с двух железных дорог – российской и белорусской. Спустя два года к честной борьбе присоединилась и Украина. Поняв, что отставать нельзя, коллективы братских государств по различным показателям добились за последние годы довольно высоких результатов. На московской дороге прежде всего это касается подвижного состава. Вес поезда теперь там составляет 3920 тонн. Для Москвы это рекорд. За последний год по той же московской дороге уже проехало 595 миллионов людей. Причем безопасности пассажиров уделяется особое внимание. Это масса регламентов совместных действий с правоохранительными органами, силовыми структурами, которые направлены именно на обеспечение безопасности. Я хочу сказать, что немного наши железнодорожники помогают нам. Потому что именно менталитет железнодорожника таков, что, видя постороннего, он всегда об этом говорит. Он не боится об этом говорить. Что касается международной безопасности, то у нас есть пограничные станции, через которые мы осуществляем и грузовые перевозки, и пассажировские перевозки. И я думаю, что сегодня эти станции являются тем барьером, чтобы никаких посегательств и посторонних не было. Отличные результаты показывают и совместные с белорусскими и украинскими железнодорожниками проекты по организации ускоренного пассажирского движения между столицами соседних государств – Москва-Киев и Москва-Минск. Мы сегодня работаем по заданию двух президентов над уменьшением времени пути за счет изменения технологии прохождения таможенного пограничного досмотра. То есть стоит большая перспектива в этом вопросе, и мы ее решаем. Это отмена прохождения таможенной ночью сначала со стороны украинской, на украинской территории, а затем на территории российской. Это когда на Москву и наоборот, когда на сторону Киева. Как правило, столичная магистраль является испытательным полигоном практически для всех новых проектов. С весны текущего года на Смоленском направлении работают новые пассажирские вагоны «Тальга» с наклонным кузовом. Примерно к проценту 40 пассажирских поездов из Москвы идет назад. По обрезку меняется колея с 1520 до 1435 миллиметров. Это требует, конечно, времени, порядка двух часов для того, чтобы заменить тележки вагона. Вот этот новый поезд «Тальга» – это поезд нового поколения, который позволяет без остановки менять ширину колеи и колесных парков. То есть это уже два часа экономии преследования, например, поезда «Москва-Берлин», «Москва-Варшава» и так далее. В течение всего прошлого года отделения и предприятия железных дорог соревновались за достижение наилучших результатов. По решению комиссии по подведению итогов, первенство между коллективами Московской, Белорусской и Юго-Западной железных дорог решили не присуждать первого, второго и третьего мест. Всех отличившихся наградили дипломами и специальными призами. Татьяна Глазова, Дмитрий Комаров, События Брянск.